Финальный этап ралли-марафона Дакар начался со скандала. До конца гонки оставались 400 километров, однако организаторам пришлось сократить боевую дистанцию более чем вдвое. Как выяснилось перед самым стартом, на маршруте прокладывают новый нефтепровод. Напомним, в этом году Дакар переехал из Южной Америки в Саудовскую Аравию, и здесь такие стройки обыдены. В итоге 57-летний Карлос Саинс, имея 10-минутный отрыв, никуда не торопился, что позволило Матадору уверенно оформить третью победу на Дакаре. К слову, всех золотых бедуинов он забрал на внедорожниках разных марок. Насар Алития, напротив, начал день очень напористо, и это принесло положительные результаты. В итоге он выиграл решающий этап и благодаря этому завоевал серебро. Бронза осталась за Стефаном Петранцелем. В зачете мотовездеходов этот сценарий повторился. Лидер Кейси Карри спокойно преодолел заключительный отрезок, а шедший вторым Сергей Карякин, напротив, взвинтил темп, чтобы не упустить серебро. Как итог, Кейси Карри занял первую строчку, Сергей Карякин – вторую, а Франциско Лопес Контарда – третью. При этом Карякин стал первым гонщиком из России, кто поднялся на подиум в двух категориях. Напомним, в 2017 году Сергей взял золотого бедуина, управляя квадроциклом. И только пилоты грузовиков никуда не спешили, так как расклад был предельно ясен. В итоге Андрей Каргинов из команды КамАЗ-мастер отныне носит статус двукратного победителя Дакара. Его коллега по команде Антон Шибалов поднялся на подиум впервые, зато сходу взял серебро. Между вторым и четвертым местом, которые заняли камазовцы, вклинился Сергей Визович из белорусского коллектива МАЗ-спортавто. Продолжение следует...